Лето в разгаре, а значит сезон отпусков и путешествий. Кто-то греется на солнышке у моря, исследуют новые страны, а кто-то планирует уже свою следующую поездку. И каждый, кто хоть раз выезжал за пределы своего часового пояса, знает, как важно не запутаться во времени. Меня зовут Роман, приветствую на канале BestWatch. И сегодня мы рассмотрим и сравним три модели с функцией GMT от разных производителей. Булова, Спиннакер и Сейка. Часы с функцией GMT это не просто тренд, а реальная необходимость для современного человека. Они удобны как в путешествиях, так и в повседневной жизни. Позволяют слеживать время в разных часовых поясах. Функция GMT стала более доступной, чем прежде, благодаря японским брендам Сейка и Ситизен. Они предлагают качественные часы с функцией GMT по более дембратичным ценам, чем швейцарские производители. Более того, они поставляют свои механизмы другим часовым брендам, расширяя доступность этой функции для широкого круга потребителей. У GMT часов богатая история, но краткое объяснение их постоянной популярности звучит так. Они действительно полезны и более чем кажутся на первый взгляд. Удобны в путешествиях, это самая очевидная причина. Изначально эта функция была предназначена именно для этого. Идея заключается в том, что основные стрелки часов показывают время в месте вашего пребывания, то есть местное время. А 24-часовая стрелка GMT, часто в форме стрелы, указывает время в месте вашего отправления, то есть домашнее время. Они могут быть полезны в повседневной жизни, даже если вы никуда не едете. Я не знаю, как у вас, но я часто общаюсь с людьми в разных часовых поясах. А вы напишите в комментариях, в каких профессиях может быть полезна эта функция. Может быть, кто-то из вас уже сейчас ее активно использует. А сейчас приступаем к сравнению. Вот с Seiko снова превзошел ожидание, сделав высококачественные автоматические часы с функцией GMT, доступными для широкой аудитории. Новые модели в коллекции Seiko 5 Sports сохраняют узнаваемый дизайн и характеристики. Но добавление дополнительной стрелки для отслеживания второго часового пояса значительно повышает их функциональность. Вообще, с момента своего перезапуска в 2019 году современная коллекция Seiko 5 Sports стремительно пополняется новыми вариантами и лимитированными изданиями. Базовая модель в стиле дайверских часов породила дизайн полевых часов. И появление популярного варианта GMT по стилю как будто так и должно было быть. Однако есть один нюанс. Добавление четвертой стрелки для отображения второго часового пояса в 24-часовом формате – задача не из простых в механических часах. Именно поэтому автоматические часы GMT обычно стоят довольно дорого. Но Seiko смог реализовать это и в своей ценовой категории. Марка решила проблему с помощью модификации базового механизма 4R36, который использовался в часах без GMT-функции. Новый механизм получил название 4R34 с запасом хода около 41 часа. Его можно увидеть через заднюю крышку часов, как и остальные механизмы коллекции. Однако внешне он практически не отличается от предшественника. Принцип работы нового механизма похож на популярные механизмы GMT от ETA. Во втором положении заводной головки вращается стрелка GMT в одном направлении, а DATA в другом. По большей части все, что нам так нравится в стандартных дайверских по стилю часах Seiko 5 Sports сохранено и в новых GMT-моделях. Сохранился базовый эргономичный корпус диаметром 42,5 мм и водонепроницаемостью 100 метров. Заводная головка идет с защитой, расположена на 4-х часах. Отличие заключается и в GMT-функции. Конечно, в дунаправленном безеле с 24-часовой разметкой, отсутствии индикатора дня недели, в лупе циклоп над датой и в незначительном увеличении толщины корпуса на 0,2 мм. Теперь это 13,6 мм. А вот новая коллекция булова Oceanographer GMT черпает вдохновение от культовой модели Devil Diver родом из 70-х. Получили часы свое прозвище благодаря улучшенной глубине погружения в 666 футов, что соответствует стандартным ISO по водонепроницаемости до 200 метров. Вот такой интересный ход для тех, кому наскучили стандартные показания водонепроницаемости с корпусом из нержавеющей стали диаметром 41 мм. Новая коллекция остается верной оригинальному размеру. Часы оснащены двунаправленным вращающимся безелем с 24-часовой индикацией GMT. В основе этих часов лежит автоматический механизм Miota 9075. Напомню, для тех, кто не в курсе, булова уже довольно давно принадлежит японской корпорации Citizen. Отсюда и такой выбор механизма. Калибр Miota 9075 – это эффективный автоматический механизм GMT, который относится к девятой серии калибров Miota. Его производитель классифицирует как премиальный автоматический механизм. Запас хода на 42 часа. Этот калибр выделяется тем, что он является, как его часто называют, истинным GMT-механизмом, который позволяет пользователю изменять местную часовую стрелку с шагом в один час. Функцией его механизма называется Flyer GMT, с помощью которого вы можете приземлиться в новом часовом поясе и использовать заводную головку, чтобы переключить основную часовую стрелку на новый часовой пояс, не влияя на остальной хронометраж. Если вы пересечете полночь, дата скорректируется вперед и назад. И, кстати, из представленных моделей только у булова есть возможность настраивать время GMT в обе стороны. Быстро, четко и удобно. Давайте теперь посмотрим, что предлагает Spinnaker, самый бюджетный из трех вариантов. Думаю, представлять эту марку не нужно, она уже стала мега популярной в нише микробрендов, наряду с известными японскими производителями часов. Основой модели послужила стандартная версия Брэдна, выполненная в стиле винтажного дайверского форм-фактора суперкомпрессор. А коллекция названа в честь Фью Брэднера, физика и создателя гидрокостюма. Часы отличаются от других моделей в линейке нестандартным уровнем водонепроницаемости, достигающим 180 метров. Хотя их не классифицируют как дайверские часы, они прекрасно справляются с контактами с водой и позволяют плавать. Похоже, только Seiko остались верны традициям. А булова и спиннакер решили своеобразным выделиться в показателях защиты от воды. Прозрачное окошко в задней крышке демонстрирует кастомный ротор подзавода автоматического калибра Seiko NH34 с офисной функцией GMT. Механизм имеет запас хода 41 час. Что значит офисный? Тут вращается вперед именно стрелка GMT, она вращается вслед за основными. То есть, когда вы приедете в другую страну, вы будете делать так. Оттянете заводную головку в положении перевода стрелок и будете вращать их вперед до нужного времени. Затем оттянете заводную головку в положение перевода стрелки GMT и настроите ее на нужный вам час в другом поясе. Конечно, настройка будет не такой быстрой, как в предыдущей модели, но не забывайте, что это самый бюджетный вариант с данной функцией. На стороне 42-миллиметрового корпуса находится завинчивающаяся заводная головка на 4 часах, которая управляет настройкой времени. В то время как заводная головка на 2 часах регулирует двунаправленный, но теперь уже внутренний безель. Итак, мы рассмотрели с вами некоторые параметры. И прежде чем двигаться дальше, давайте подведем небольшой итог. Итак, Seiko, Bulava и Spinnaker. Все они примерно одинакового размера и оснащены двунаправленным безелем с GMT, разделенным на две цветовые зоны для определения дня и ночи. Однако есть и отличия. Безель у Bulava и Seiko внешний, а у Spinnaker внутренний, реализованный в корпусе компрессори с двумя головками. Bulava позволяет настраивать время GMT в обе стороны, что очень удобно. В остальных моделях настройка возможна только по часовой стрелке. И часы предлагают разный уровень водозащиты, от 100 до 200 метров. Но все они подходят для повседневного использования. Конечно, все три на базе японских автоматических калибров. Seiko и Spinnaker открывают на него взор прозрачной крышкой. Bulava же в дайверском стиле стальную крышку оставила закрытой. Зато отличное место для памятной гравировки может быть. Теперь давайте подробнее рассмотрим обработку корпуса, материалы и дизайн каждой модели. Вернемся к Seiko 5 Sports. Вдохновением для дизайна часов стала легендарная модель SKX 007. Качественные и доступные часы для любительского дайвинга, снятые с производства в середине 2019 года. В новой модели сразу бросается в глаза отсутствие указателя дня недели и наличие циклопа над датой. В остальном же все знакомо. Часы сохранили корпус из нержавеющей стали, завинчивающейся заводной головкой в положении 4 часа, с асимметричными наплывами корпуса для дополнительной защиты. Над циферблатом установлено классическое для Seiko стекло Hardex. Оно также использовано для вставки с 24-часовой шкалой на безеле, заменив алюминиевую вставку, которую использовали ранее. А это я считаю плюсом. Еще 24-часовая шкала нанесена на внутренней стороне покружности циферблата, и как раз ее выделили в данном случае Pepsi расцветкой. Эти часы также сохранили легко читаемую компоновку циферблата с крупными накладными индексами и стрелками с покрытием LumiBright. Как выглядит LUM, мы потом посмотрим одновременно на трех моделях. Еще тот матовый черный циферблат – большая красная стрелка GMT. Кстати, благодаря тому, что все стрелки абсолютно разной формы, их невозможно перепутать и ошибиться с определением текущего времени и в другой часовой зоне. Как я уже упоминал, через прозрачную заднюю крышку виден механизм. Но учитывая отсутствие особых изысков в отделке, без нее вполне можно было бы обойтись. Стальной корпус шириной 42,5 мм кажется меньше, чем можно было подумать, исходя из цифр. При ношении он ощущается ближе к 40, чем к 42 мм. Думаю, это во многом связано с закругленными, сильно скошенными боковинами корпуса, которые минимизируют площадь соприкосновения часов к запястьям. Полированная отделка боковин корпуса помогает визуально скрыть этот эффект. Помимо скошенных сторон, остальная часть корпуса во многом типична для спортивных часов Seiko. Тут высокий вращающийся безель с глубокой насечкой и короткие закругленные матовые ушки. Кроме того, часы комплектуются не совсем типичным для коллекции браслетом в стиле юбилейный. Он гармонирует с более изысканными визуальными элементами безеля и стекла, придавая как бы более утонченный вид на запястье, чем у трехстрелочных собратьев. Применение цельных звеньев также является существенным преимуществом. Это придает ощутимую твердость на запястье, которая контрастирует со звенящим качеством многих других браслетов в этой ценовой категории. Штампованная складная застежка – еще один элемент, позаимственный из других моделей серии Seiko 5. Она работает достаточно хорошо, но в сочетании с более сложным дизайном браслета ощущается довольно легкой и мягкой. Наверное, хотелось бы увидеть другое решение. Булово. Классический вариант с синий-красным GMT безелем Pepsi на стальном браслете. Часы разработаны таким образом, чтобы плотно прилегать к запястью и, несмотря на, казалось бы, высокие показатели толщины, выглядят довольно компактными и удобными. На самом деле, тут сапфировое стекло с куполом, оно и придает часам дополнительные миллиметры. Да и на запястье Oceanographer GMT ощущается гораздо меньше, чем вы могли бы предположить, думаю, и благодаря корпусу в форме подушки. Как и в других часах с похожими формами корпуса, размеры часов прекрасно сбалансированы. Корпус часов выполнен в простом, преимущественно полированном стиле, который перекликается с внешней отделкой звеньев браслета. Браслет, учитывая цену часов, очень приятный, с прочными быстросъемными концевыми звеньями, конструкций со штифтами, тут довольно легко будет регулировать размер с помощью недорогого инструмента, а также безопасными застежками с кнопками, которые имеют три точки микрорегулировки и раскладывающиеся удлинители. Взглянем на дизайн. Такой секторный циферблат и накладной логотип булова на 12 часах перенесены из оригинала 70-х годов, как и одноименный текст циферблата 666 футов на 6 часах. Еще один отличительный элемент часов – это уникальные часовые метки. Именно они, как правило, первыми вспоминаются при упоминании океанографера. Вместо обычных напечатанных люминсцентных меток или полированных металлических маркеров, часы Devil Diver используют миниатюрные кристаллические цилиндры, установленные в металлических оправах, напоминающих бриллиантовые. Люминсцентное покрытие наносится на нижнюю часть цилиндра. Эти индексы, ставшие визитной карточкой океанографера, еще с момента появления линейки добавляют циферблату визуальную глубину. Скоро мы посмотрим, как выглядит люм. А вот корпус Spinnaker преимущественно сатинированный, и главной его особенностью являются головки, расположенные на правой боковой поверхности, как на винтажных компрессорах. Одна управляет внутренним безелем, а вторая отвечает за работу механизма и перевод стрелок. Отмечу, что поворот безеля плавный, без шелчков и не прыгает, как многие винтажные компрессорные безели. Он скользит, что позволяет выполнять действительно точную регулировку. Но еще одним интересным элементом является куполообразное сапировое стекло. Его края обладают эффектом линзы, придавая и без того выпуклым объемным меткам на внутреннем безеле еще больше глубины. В итоге часы приобретают профиль, напоминающий галечную форму, несмотря на вполне универсальный диаметр. Чуть ниже безеля находится кольцо с минутной шкалой. Накладные часовые индексы имеют простую прямоугольную квадратную форму. На трех часах расположено окошко даты. Spinnaker GMT поставляются на стальном браслете типа рисовое зерно, такой очень комфортен в ношении и не царапает кожу. Он легко гнется и подстраивается под размер запястья. Обеспечивая плотное и удобное прилегание. Ну и конечно придает часам классический вид. Отлично сочетается как с формальными, так и с повседневными нарядами. Но конечно же в комплекте с часами идет дополнительный перфорированный ремешок из каучука. Посмотрите какой яркий оттенок. Разумеется серия многогранна по вариантам расцветок и сочетаний. Так что те, кому не нравится оранжевый, загляните на сайт. Но меня всегда радует такой комплект. Несмотря на свою бюджетность, Spinnaker всегда предлагает хорошее качество. Еще и полный набор такой. И летний образ яркий и более сдержанный повседнев. Всегда будет что выбрать. Стрелки и метки покрыты люминесцентным составом суперлюминого. Давайте как раз сейчас посмотрим, как все три модели выглядят в темноте. Посмотрите, у Seiko подсвечены все нужные элементы на циферблате. Но вот третий часовой пояс узнать в темноте уже не получится. Spinnaker как раз за счет того, что безель внутренний, подсветил и его. Заметьте, что и у булова такая форма стекла не мешает яркости люминесцентного свечения. Как индексы, так и массивные стрелки ярко светятся. На безеле подсветка поскромнее, но все же тоже имеется. Почему я вообще заговорил про третий часовой пояс? Дело в том, что его можно отследить не только стрелкой GMT, но еще и по безелю, который присутствует во всех трех моделях. Правда, он не может быть использован для определения часового пояса по географическому положению. Он работает только для сравнения времени в двух известных часовых поясах. Ну и какие можно сделать итоги? Булова Окинографер вне конкуренции. И вот почему. Самое удобное использование функции GMT, калибр премиум класса, шикарный дизайн с нотками ретро и максимальная водонепроницаемость среди представленных экземпляров. Ну и цена соответствующая. Ну а если ваш выбор встал между Seiko и Spinnaker, то хочу обратить внимание, то вы можете сэкономить, приобретя часы марки Spinnaker, поскольку у них стоит калибр NH34, который является небрендированной версией калибра 4R34, установленного в марке Seiko. А еще здесь установлено сапфировое стекло, которое лучше, чем Hardlex, а также вы получаете подарочный набор с дополнительным ремешком и устройством для быстрой замены. А здесь... Ну зато это Seiko. Согласны ли с моими выводами? Пишите комментарии. Ну и по традиции подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Роман, BestWatch. До новых встреч.